всех приветствую после долгого прерыва решил на какое-то время вернуться на youtube потому что много интересного на рынках происходит думаю у вас куча вопросов почему вообще биток упал почему рынке так ходят давайте сегодня такое простое видео запишу обзорная потому что происходит там что я думаю по рынкам возможно это буду регулярно делать возможно нет не знаю но по крайней мере то что все разбитком произошло достойно внимания давайте тогда смотреть сразу глобальная картина памп-дамп памп-дамп и казалось бы он должно выше пойти то есть здесь вот мало кто ожидал что она вниз пойдет такой вариант конечно был он был еще даже здесь то есть вариант вот сюда пробить дно давайте сейчас потихоньку полегоник раз посмотрим более конкретно что произошло вчера во первых видите вроде бы рост вроде бы должна быть коррекция и вроде бы должны выше пойти в крайнем случае вот здесь где-то должны были остановить или здесь то есть если там трендовые проводить то как бы вот вроде как вот отсюда должно было вверх пойти ничего подобного пошло ниже и выбило все днище какие только возможно никто это не ловил опять же возникает вопрос а почему так произошло то есть вроде бы крипта она вроде бы всем нужна были огромные стены то есть как обычно все тут уже индикаторы шкалят все должно отскакивать ничего подобного битокс ходил аж на 4000 на некоторых биржах и ниже ну что это такое ну это просто паника на рынках то есть причина нужно искать не здесь не на рынке крипты на других рынках и самое основное что конечно происходило это вот snp падает причем очень сильно падает сами видите график тут не чуть не хуже чем у bitcoin и даже лучше то есть его запинывали всю зиму пока не появился этот коронавирус вот здесь он чуть-чуть падал еще раз падал это все на слух и коронавирус еще выше загнали уже когда народ поверил что действительно она никогда не упадет она и упала и причем упала так солидно что все мягко говоря в шоке здесь еще ладно эти все выгляду более-менее но когда он здесь пошел сыпаться на рынках началась паника когда на рынках паника то не до крипты мягко говоря крупным деньгам большинство людей предпочитает просто выйти в кэш это доллар и на самом деле еще евро сейчас и золото было до недавних пор но сейчас дойдем до него то есть суть в том что когда акции американские падают не только американские русские тоже сейчас покажу они ходят за снп если включить ртс сами видите тут картина ничуть не лучше то же самое ваза пеналин то же самое вроде как не падал и как полетела в без откатов то есть тоже паника из-за этого рубль улетел то есть кто рубль не видел думаю все уже видели рубль тоже улетел сейчас вам покажу график вот сразу вот так вот но рубль в основном из-за нефти полетел потому что наши поссорились с арабами то же самое евро улетела сейчас до этого дойду чуть позже может быть даже потом видео сниму но суть в том что падают рынки большая паника если не включить примеру сами видите что происходит так же многие ожидали что она где-то здесь вот пойдет вниз падать ее загнали вверх собрали всех стопы станут сюда не добили и пошла сыпаться практически без отката вот такой маленький откатик был здесь по пути и все и она падает и падает и только вот здесь где-то она чё-то поддержку нашла но опять же скорее коррекция может быть еще ниже пойдет ничего не скажу точного но суть в том что где-то вот в этом районе было заседание опек и наши русские решили что мы не будем сокращать добычу сами себе палки в колеса вставляют в итоге нефть упала на день за 30 процентов рубль улетел то есть вот по этой причине то есть суть в том что они там решили повоевать с нефтяниками других стран с арабами там со сладцевиками американскими ну ничем хорошим это не закончилось ни для кого арабы в итоге снизили цену на свою нефть сидят и не парятся у них не дешевая им вообще все равно они все равно в плюс торгуют нашим уже не так хорошо сладцевикам совсем плохо они хаджируются они шортят нефти за счет этого еще как-то выживают в общем суть в том что пока вот здесь все ползают по дну что нефть что snp что там другие активы крепкие мало чего светят потому что кому она вообще нужна когда все падает и все хотят сберечь деньги они заработают никто не будет памяти к крипту хотя какое-то время это было так до тех пор пока золото росло то есть суть в том что когда все эти рынки падали видите золото вроде ходила вверх эти высадки были на коррекциях нам всяких итоге золото загнали на 1700 и что удивительно тут уже такая высокая цена что здесь нашелся огромный покупатель и на падение акций золото тоже падала хотя это вроде как защитный актив есть такое понятие защитные активы сейчас были это золото и иена то есть когда все падает все покупают золото и иену сидят и все растет и довольны а тут уже сломалась до корреляции то есть суть в том что золото вчера например упало вместе с акциями вчера был очень жуткий слив такой и чем это объяснить да ничем не объяснить просто-напросто уже на таких а и загнали его что же крупняк начал выходить что это означает что золото гораздо ниже пойдет куда-то очень сильно низ на 900 но как минимум куда-нибудь сюда на 1400 с копейками в коррекцию то есть суть в том что рынки сейчас совершенно чумовые ходят очень странно очень трудно сейчас торговать но давайте вернемся тогда крипте то есть грубо говоря там видите какой хаос происходит и какие какие тут биткоины биткоина очень слабый рынок там очень маленькие объемы и стоит только всех напугать все начинают продавать плюс там еще всякие пирамиды там плюс токена выходят в кэш то есть суть в том что ну как бы не до крипты сейчас крупным торгов там и они решили просто заработать на данте и слили все это дело очень грамотно четко планомерно то есть всем налили кто хотел купить и еще до сих пор наливают то вчера там на бирже приходили огромные транзакции там по 20 по 30 тысяч биткоинов и сами понимаете что это не для того чтобы их что-то там купить на врач от продать и суть в том что биток мы дальше может падать давайте тогда к нему вернемся этот вариант я еще давно вам рисовал кто смотрел меня уже знает что я еще говорил что возможен двойной зигзаг то есть основной вариант был какой-то крипте что мы упали зигзагом мы полетим туда я в него не верила говорю что это бред скорее всего будет какая-то полумера что-нибудь вот такое вот мы пойдем сюда получилось все гораздо проще что не вот так получилось а вот так и мы идем сюда вот пробивать все эти днище скорее всего это основной пока вариант пробить вот это дно как минимум то есть ходить нужно нам как минимум вот сюда если шансы кто в лангах давайте смотреть суть в том что здесь три здесь здесь три то есть если так вот просто подумать разумно то почему бы и нет просто сейчас акции пошли вверх паника упала вот такой корявенький треугольник можно натянуть что это означает вот так это означает вот так и туда второй вариант вот сюда на скам то есть в том что отсюда биток может отрасти но шансы небольшие то есть пока он ниже 7000 примерно то это все смотрит вниз и судя потому что я вижу ну выкупили вчера ну просто потому что сильно перепроданным хотя бы там по пустому стакану они долбанули там за полчаса все выкупили это вот такой вот мой вариант из треугольником уже давно я уговорил был запасной но все плохие варианты как я уже или ты верни как в комментах пишут все плохие варианты твои срабатывают плохой вариант хуже этого может быть только вот такой вариант на данный момент есть еще какой вариант ну сразу вверх пойти потому что все это можно разметить как 12 и полетели туда но судя по тому что я вижу ну хотя бы треугольник если нарисует уже за счастье вы хотя бы там без вы так сможете выйти кто шортит да тут уже не шардовой ситуации могут все что угодно сделать вообще на самом деле надо ближайшие дни смотреть что происходит так сказать тоже вверх пойдет вот такие варианты они все вверх но с пробития на или не с пробития на непонятно то есть такие пока идея по битку актере смотрю там тоже самое там вообще бардак то есть рынок неликвидный никому сейчас не нужен в данный момент на такой панике на всякими коронавирусами она особо не будет расти потому что а кто покупать то будет возможно возможно что здесь видно сейчас закупится если будет сейчас долгая такая проторговка такой там туда пойдет то я тогда может быть скажу что дальше видно шансы есть на рост пока что вот в эти дни сказать что покупать подешевела но я такого говорить не буду и сам такого делать не буду сейчас то есть опасно очень 10 это покупать и столько без плеча без маржи потихоньку собирать лонги вот такая вот ситуация интересная по биткоину все на самом деле глобально от это скам давно уже напрашивался то есть у меня все варианты на самом деле были вниз я ни одного варианта все время жалошу говорил что сюда пробьют ни одного варианта у меня вверх не было хотелось бы получить вот такой вариант было бы шикарно я бы на лонге заработала здесь что-то много к сожалению рынок такой дикий что не дал им туда цену сразу упали чем даже без отскока что тут еще добавить но все плохо с криптой но посмотрим шансы есть как бы варианты и вам дал и что еще могу сказать иногда буду делать такие видео скорее всего сейчас у меня время появилось на это и возможно вам поможет и сразу скажу что торгуя в основном форекс форекс сейчас такое веселье сами видите давайте включим какие движения происходят вот евро слили ложно безоткатный рост и безоткатный слив очень весело ходит евро то есть кто форекс торгует могу сказать что по евро сейчас два варианта есть такой и вот такой и здесь надо будет скорее всего шортить стоп сюда потому что очень много ту зиму нет на евро и могут как битком повторить то есть евро очень любит вот такие вот выносит делать и потом ведет вниз там видите здесь это было тут это было то есть это в его характере евро сейчас последнее время стал защитным активом то есть когда акции падали люди вместо того чтобы доллар покупать покупали евро почему потому что доллар падал падал без отката вместе с акциями то есть стало что америке как бы плохо когда доллар падает на какой вариант что покупать можно ну либо золото что они делали либо евро ну соответственно вот евро росло а сейчас как бы акции пошли вверх и евро уже как бы нет причины расти поэтому как бы фундаментал там такой что скорее всего его сольют может нам это поможет по фунту за евро ходит но тут такие интересные развал новички опять же тут и есть два варианта либо вот так сходить сюда потом вниз есть такой полу варианта тебя есть вариант сразу вниз сюда дно выбивать поэтому тоже можно будет отторговать я сейчас смотрю сейчас платники сервис ли кому интересно где я нахожусь группа на 50 человек небольшая так ну короче говоря в вариации разные есть на самом деле сейчас самый такой разумный трейд это вот ловить вот это дело потому что если вдруг случится чудо если вдруг сейчас начну спасать фрс вот вот это вот дело акции американские то есть вариант аж вот такой вот такой вот так сходить и потом только слиться если такой вариант включат возможно что крипто сделать тузом он обещанный потому что тут будет такой ажиотаж все по начнут уже покупать по любой цене она улетит даже на 3 800 может улететь второй вариант что мы дадим все-таки коррекцию и все искам акций в него я слабо верю но коррекция будет не вот на этой коррекции может быть крипту куда-то и вытянуть может быть по золоту все очень удивительно очень странно то есть он добил свои цели вот эти 1700 1740 были цели и кто-то очень крупный начал его скидывать то есть в том что сейчас все поверили что раз кризис раз все падает то мы купим золото я золотимся на 2000 она пойдет по золоту у нас давно уже был памп не весь график и все ждут пробой от вахая но все это дело похоже на просто на коррекцию к этому падению и мы пойдем вниз к альтернатива что будет вот так основное что будет вот так туда и сейчас золото уже перестала быть защитного актива просто потому что нашлось очень много крупных продавцов а вся толпа сидит в ланге и думаю что сейчас они купили раз золото такое стабильное надежное то они сейчас заработают скажем так хрен вам уже цена слишком высока тут уже все верят в рост золото и в итоге мы видим такие сливные свечи на ровном месте они вообще не должны быть по идее на таком падении акции нужно было быть уже здесь ничего подобного поэтому золотом осторожно она падает тут самое серебро там ведь еще хуже чем золото и вот с нефтью интересная штука во-первых нет я сами видите как падает красиво и такое ощущение что она не допадала но есть интересный вариант аж на перехай даже на отскоке то есть есть на пробой на то есть нет вообще будет ходить но суть в том что ее надо покупать потихоньку полегоньку на то потом я скажу тут всякое возможно и на самом деле сейчас ценообразующий такой актив это вот сэнпи и от того куда его погонят будет зависеть судьба ближайший год всех рынков если сэнпи час пойдет вверх это вызовет рост например ртс или мвб и инвесторы иностранные которые сейчас по вытаскивали от деньги в рубли а рублей продают за доллар и евро за этого рубль падает то есть суть в том что вся эта паника на рублей сделано иностранными в основном инвесторами которые забирают свои деньги с нашего рынка они там участвовали в кэри трейде так называемым то есть в том что у нас есть облигации такие jb и индекс ведь они полетели ему очень долго 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 раскачивали такая пирамида гособлигации видите она еще откуда пошла 14 года и качают и был ложный слив один и потом опять закачали до самых-то самых айов сейчас он даются без отката то есть суть в том что иностранные инвесторы купили вот эти облиги наши облигации а тут они падают что они делают они продают облигации у них на руках рубли сколько они иностранные инвесторы что они будут делать им рубли нафиг не нужны они покупают доллары они покупают евро и увозят их себе за границу вот такой расклад и в итоге рубль улетел но еще плюс она их напугали то что нефть упала и всякими другими штуками акции по по первой самой акции если они пришли например купили там газпрома какие-нибудь или сбербанки вот внутрь сбербанк вот у нас сбербанк государства цб решил продать он упал они там мутили аферу но в итоге по 183 помог купили они ну очень суть в том что отсюда как бы деньги тоже вытаскивают из наших акций итоге падает индекс ртс и опять же все покупают баксы и еврики и поэтому рубль улетел а теперь представим обратную ситуацию а вдруг она начнет расти неожиданно вдруг это просто коррекция вдруг снп погонят вверх и вот это туда вылетит такой вариант есть что тогда будет происходить обратный процесс сейчас вы тут накупили долларов сидите думаете что все на 100 пошел а окажется что это вот так пойдет и вас всех и опрокинут и потом туда улетит какой возможно возможно то же самое на евро основной вариант все же пока сюда пока акции падают пока на рынках паника рублю ничего не светит он сюда на перехай пошел вот такой вот раскладе по рублю но если он начнет укрепляться не удивлюсь по крайней мере я держу там наличные доллары но что-то как-то и желание уже послевать частичные посмотрим то есть опять же все завязывается на то что мы смотрим на вот это дело если вот это дело спасут и погонят на хаи мы поживем годик крайне мере до выборов трампа до осени а после этого будет все что угодно до могут слить куда угодно то есть цели в этой штуке вот как минимум сюда сходить вот такой вот пока расклад по рынкам то есть давайте подытожим это плохо выглядит пока она лишь 7000 ничего ему не светит может быть на 8000 по треугольнику загонят а скорее всего пойдут дно выбивать если акции не будут спасать по льдам еще хуже основной рынок это snb ждем роста акции если он будет сильный такой бодрый все будут покупать это хорошо суть в том что два процента только людей верят в то что акции отрастут все верят в падение это очень хороший сентимент для роста поэтому как минимум сильно отскок будет по золоту золото перестает быть защитным активами но потому что акции пошли вверх страх уже уходит сейчас еще какой коронавирус там подубавит обороты и вообще золото солью потому что очень много толпы сидит ванге по евро сейчас развилочка такая но я все-таки жду по основному варианту евро вниз потому что очень много верят что он сюда пойдет потому что есть импульс но почему бы не сходить нам чуть вниз потом вверх как бы логика какая что это раз здесь есть импульс то это к нему коррекция она закончена и полетим туда а почему не растянуть еще раз и потом полететь туда то есть всякое тут может быть по евро такой расклад по фунту еще сложнее всякие брекситы там они вышли из евросоюза непонятно как он ходит вообще против евро ходит такой расклад по нефти и очень сильно слили но это реальный актив он много кому нужен его будут спасать сольют ли ниже или нет и пока не знаю но на пробу этого дна надо покупать на котлету опять же надо ждать момента точки заходной вот такой вот раскладе по рынкам так что хорошее движение сильная волатильность по акциям вообще там дикая штука посмотреть викс есть такой индекс плотились tisnp сам видите он перебил всех а это прошлых кризисов круг круче было только восьмом году и то она может еще перебьет то есть в том что акции ходят очень бодро там можно огромные деньги рубить на не сейчас именно от индекса ходят хорошо поэтому имейте ввиду что вот хорошие рынки тут можно торговать и зарабатывать а скриптой все плохо и такой болотный рынок стал слили вообще просто нереально поэтому советую вам просто посмотреть другие рынки пока что такое у меня мнение ну и буду со времени может быть делать такие видео сейчас у меня время появилось свободное появилось желание видосы эти делать потому что надоело мне честно сказать и youtube это делать толку с него мало время немного отнимает и сил поэтому решил немножко отдохнуть сейчас перерыв закончен так что ждите следующих видео думаю в раз в неделю точно буду что-то делать и до следующей встречи